Музыкальная Вена чествовала в четверг 16 февраля Анну Нетребко. Ей вручался диплом Каммерзенгерин, почетного австрийского звания. Церемония прошла особенным образом. Во-первых, желающих поздравить Анну было так много, что пришлось перенести торжественный акт из бывшего императорского чайного салона в зал имени Малера, большое фойе, где проводят концерты в Венской опере. А кроме того, церемония получилась совершенно уникальной, потому что присутствовали одновременно три директора театра – прошлый, настоящий и будущий. Ианн Холлендер, при котором в 2004 году Анна впервые вступила на прославленную венскую сцену. Доминик Мейер, выступавший в качестве хозяина в этот день. И будущий директор Богдан Рошич, чьи полномочия начнутся только в сезоне 2020-2021 годов. Были здесь и известный российский тенор Дмитрий Корчак, который в эти дни тоже поет в Венской опере. И выступающий сейчас в Нетребко в сенсационном Трубадуре замечательная итальянская мецисопрано Лучано Дентино. А также и дирижер Марко Армельято, который ведет эти спектакли. Букет от российских любителей преподнес директор Российского центра науки и культуры в Вене Юрий Зайцев. Министр культуры Австрии Томас Дрозда в своем выступлении напомнил, что это звание Каммерзенгерин подходит к 17 веку, когда в маленьких дворцовых помещениях устраивались концерты и спектакли для императора. И сам император присваивал придворным артистам звание Хоф Каммерзенгер или Хоф Каммерзенгерин. А в республиканское время уже эта приставка Хоф была отброшена, и получилось просто Каммерзенгер или Каммерзенгерин. С 1905 года, когда это звание было оформлено законодательно, его удостоились 35 певиц и 93 певца. И среди них такие великие исполнители, как Криста Людвиг, Эдита Груберова или Пласида Доминго. «Вы прекрасно вписываетесь в этот ряд», – сказал министр, обращаясь к ней трепко. Актерское мастерство Анны подверглось серьезному испытанию. Ей предстояло произнести ответную речь по-немецки, и она очень волновалась. Не скрывал свое умолнение и директор Мейер, он вспомнил весь творческий путь Анны от ее детства на юге России, учебы в Петербурге и вплоть до последних спектаклей «Трубадур» в Вене, когда очередь желающих попасть в настоящие места опоясывает театр со всех сторон. А затем настало время коротких интервью для прессы. В разговоре с нами Анна нетрепко напомнила, что звание камерзенгерин на русский язык не переводится и к камерному пению никакого отношения не имеет. Это очень большая честь для любого певца, и для меня особенно, потому что я все-таки русская певица, я австрийская, и мне вручили такое звание. Это действительно большая честь. И быть среди таких знаменитых певцов, это действительно для меня радость. Я очень сильно волнуюсь, но очень благодарна за такое звание. Спасибо. Всех делаю вас поздравлю. Спасибо. Спасибо.